Все, что раздражает в других, может вести к пониманию себя. Одиночество обусловлено не отсутствием людей вокруг, а невозможностью говорить с людьми о том, что кажется тебе существенным, или неприемлемостью твоих воззрений для других. Самое тяжкое бремя, которое ложится на плечи ребенка, это непрожитая жизнь его родителей. Депрессия подобна даме в черном. Если она пришла, не гони ее прочь, а пригласи к столу, как гостью, и послушай то, о чем она намерена сказать. Здоровый человек не издевается над другими, мучителем становится перенесшей муки. Встреча с самим собой принадлежит к самым неприятным. Любой вид зависимости плох, будь то зависимость от алкоголя, наркотиков или идеализма. Если мы не осознаем, что происходит у нас внутри, то извне нам кажется, что это судьба. Ваш взор станет ясным лишь тогда, когда вы сможете заглянуть в свою собственную душу. Не удерживай того, кто уходит от тебя, иначе не придет тот, кто идет к тебе. Покажите мне психически здорового человека, и я вам его вылечу. Человек – это животное, которое сошло с ума. Из этого безумия есть два выхода. Ему необходимо снова стать животным, или же стать большим, чем человек. Любовь – это не сумасшествие. Уместно ли вообще здесь слово «ум»? Это и свет, и тьма, конца и края, которым никогда не будет. И никому не избежать этой таинственной силы. Люди сделают все возможное, неважно, насколько абсурдное, чтобы избежать встречи лицом к лицу со своей душой. Знать тьму внутри себя – лучший способ справиться с тьмой в других. Я не то, что со мной случилось. Я то, чем я решил стать. Дети учатся на примере взрослого, а не на его словах. Чем отличается гений от безумца? Безумец видит, но не знает, как это передать. А гений может это переложить на язык сознания. Наши личности являются частью окружающего нас мира, и их тайна также безгранична. Психологическое правило гласит, что если внутренняя ситуация не осознается, она превращается во внешние события. Ранимость – это симптом наличествующей неполноценности. Если нам хочется что-то изменить в ребенке, прежде следует разобраться, не будет ли лучше это что-то изменить в нас самих.